Что же общего существует между хандрой и депрессией? Человек теряет силы, очень сильно этим самым пугает всех своих родных и близких. Каковы же причины появления хандры либо депрессии? На нас напали хмурые дни, когда солнце уже мало светит. Человек в том и другом случае теряет полностью смысл жизни. Я рекомендую обратиться к специалистам. В конце видео дам свои советы по этому вопросу. Всем привет, дорогие друзья! И с вами я, ваш психолог Эльвира Игрианчикова. И сегодня мы поговорим на такую тему. Чем же хандра отличается от депрессии? На свете нет ни одного человека, которого хотя бы раз в жизни не посетила хандра. Как же все-таки разузнать, хандра это или депрессия? Относительно хандры, тут каждый из вас может справиться самостоятельно. И в конце видео я, конечно же, расскажу вам, что делать, если вас посетила эта самая хандра. Например, вот как я ощущаю осеннюю хандру? С утра мне не хочется вставать без кровати, хочется еще полежать, понежиться. Если летом я легко вставала в 7 утра, то осенью мне хочется поваляться уже до 8 часов. За окном уже солнце не так ярко светит, на нас напали хмурые дни, дождливая погода. Очень сильно негативно влияет на нас, на нашу психику, на наше настроение. И как правило, периоды хандры, либо даже затяжной депрессии, приходится именно на этот период. На период осени, либо зимы. Как еще мы ощущаем эту самую хандру? Конечно же, в нежелании вставать и что-то делать. Кажется, все наши действия бессмысленны и пропадают полностью мотивации. Расскажите в комментариях, как у вас проявляется эта самая хандра и что вы с ней делаете, как вы с ней боретесь. В первую очередь, недостаток солнца, витамина D, заставляет нас впасть в эту самую хандру. Многие женщины в период хандры испытывают желание поплакать, прямо-таки порыдать. Многие люди просто подают состояние раздражительности и нежелания общаться. Это все явные признаки проявления хандры. Чем же все-таки отличается хандра от депрессии? Если похандрить вы можете в течение часа, допустим, порыдать, поплакать, сказать себе самой, как это все плохо, как все надоело, моя жизнь никчемная, я ни на что не способна, и в какой-то момент все-таки успокоиться, то во время депрессии такого уже не происходит. Здесь человек может рыдать в течение нескольких часов, 6-8 часов. Рыдание – это нормально при депрессии. Это вообще ненормально, но справиться с этим может помочь только специалист. Что же общего существует между хандрой и депрессией? Ну, конечно же, симптомы бывают очень похожи. Прежде всего, человек теряет силы, человек теряет смысл жизни, и ему кажется, что нет никакой жизненной активности, и все на свете потеряло всякий смысл. Второй момент, который посвящает как при депрессии, так и при хандре, это негативные мысли о себе самом. Кажется, что я уже все, ни на что не способна, это тупик, нужно что-то делать, а что, я не знаю, и поэтому я бездействую, потому что я не знаю, как двигаться и куда двигаться. И этот момент полностью как будто замораживает меня. В момент хандры, либо депрессии, человек очень сильно сосредоточен на негативизм по отношению к самому себе. В основном предъявляются претензии, я не состоялся, я ничего из себя не представляю, моя жизнь катится под откос, я не знаю, куда дальше двигаться, как двигаться, и поэтому я прекращаю все, замораживаю всю деятельность, и я просто тупо лежу, впадаю в депрессию, плачу, либо просто замыкаю в себе. Некоторые люди в состоянии хандры, либо депрессии, либо очень много едят, либо совершенно ничего не едят, у кого как работает психика. Кто-то начинает заедать свой стресс и при этом сильно полнеет, а кто-то наоборот вообще ничего не ест, резко худеет, и очень сильно этим самым пугает всех своих родных и близких. В чем же все-таки хандра и депрессия похожи? Что же есть у них такого общего? Человек теряет смысл жизни, теряет интерес к самому себе, к своей жизни, к своей работе и к своей семье. Это прослеживается как во время депрессии, так и во время хандры. Конечно же, таким же показателем является снижение активной жизни. Человек в состоянии депрессии и хандры негативно высказывается о себе самом, о своей жизни, считает себя полным неудачником, и для этого он прекращает свою деятельность, как будто бы впадая в такой некий анабиоз. Также общим является то, что нам кажется, что вся жизнь потеряла всякий смысл. Все бессмысленно, ничего не хочется делать, хочется просто лечь и лежать. И даже мы не можем сформулировать, что же нам хочется, а чего нам действительно не хочется. Человек в состоянии полной депрессии, он уже не осознает себя, он может перестать ходить на работу, он может вдруг спонтанно уволиться, забросить все дела, все проекты. Ему настолько уже не хватает сил даже на поддержание собственного жизненного цикла, что он вынужден все-все вокруг прекратить. В состоянии депрессии люди разводятся, бросают семьи. Такое впечатление, что человек делает это под состоянием, в состоянии некого какого-то эффекта. И порой окружающим даже бывают непонятны эти действия. Но если вы заметили, что у ваших близких началось именно это состояние, обратитесь, пожалуйста, к специалистам, обратитесь к психологам, к психиатрам, которые в данный момент смогут ему помочь. Это заболевание, которое в одиночку очень трудно преодолеть. В любом случае и хондра, и депрессия лечатся активностью. Трудно тут сказать слово лечиться, но именно активная деятельность будет выводить нас из этого состояния, если мы туда уже попали с вами. В состоянии хондры хочется поплакать, хочется пожаловаться, хочется поваляться. Но если в состоянии хондры мы можем поваляться часик, поплакать, даже пару часов, то в состоянии депрессии люди проводят в слезах несколько часов, 6-7-8 часов человек может беспрерывно рыдать. И очень сложно его в этом случае уже успокоить. Что же делать в том случае, если депрессия уже накатила? Если уже все заметили, что вам настолько плохо, и вы не можете сами себе помочь. Конечно же, одним из лучших способов является смена деятельности, либо смена вашей локации. Если есть силы, вставайте и просто ходите пешком. Если есть тот, кто будет помогать вам при этих моментах, это будет замечательно. Депрессия имеет затяжной характер. Если в течение двух недель вы не можете выйти из состояния постоянного плача, раздражения, нежелания ни с кем видеться, вставать с кровати, это уже депрессия. Если это имело такой кратковременный момент, немножечко похандрили, полежали, повалялись, то это хандра, и из нее, конечно, есть масса способов для выхода. Каковы же причины депрессии? Это, конечно же, гормональная причина. Гормональный сбой дает состояние депрессии. Бывают также генетические причины. Если ваши родственники страдали психическими расстройствами, то высока вероятность того, что вы унаследовали эти заболевания и можете попасть в зону риска. Также бывают и когнитивные причины. Это связь личности с его убеждениями. Допустим, вы своими мыслями, негативными мыслями, страхами, какими-то фобиями, убеждениями загнали себя в эту самую депрессию. Тут нужна позитивная психология, позитивный подход и, конечно, хороший специалист, который вам поможет выбраться из этой ситуации. Вы можете обратиться ко мне. Ссылочку мы даем в описании на мой сайт. Там вы можете записаться на мою бесплатную консультацию. Есть ли профилактика против депрессии? Конечно же, это забота о себе. Это создание благоприятных условий жизни. Это избегание профессионального выгорания. Ну и, конечно же, смена деятельности, смена локации. Это путешествие, это отдых, это хобби. И это общение с друзьями. Влияние хобби на нашу жизнь уже доказано неоднократно. Если у вас есть хобби, это значит, что ваша жизнь всегда остается для вас интересной. Если вы хотите узнать больше о моих хобби, можете посмотреть здесь. Что же происходит, если депрессию не лечить, не обращать на нее внимание? Конечно же, это ухудшение качества жизни, уменьшение вашей активности. Это также будет влиять на экономическую сторону вашей жизни. И, как правило, бывают даже моменты, последствия депрессии имеют суицидальный характер. Чтобы этого избежать, нужно эту проблему осознать, нужно с ней работать и обращаться, конечно же, к специалистам. А теперь мы поговорим о хандре. Что, если это состояние временное и оно сезонное? Допустим, вас посетила осенняя хандра. Что же нужно делать? Существует масса способов выхода из осенней хандры. Я расскажу и про свои, и про те моменты, которые очень хорошо помогли моим знакомым, моим клиентам и моим родным и близким. Самое главное – это больше двигаться и выходить на свежий воздух. Хандра лечится активностью. То есть, в любом случае, если вам захандрилось, найдите способы одеться и выйти, и просто пройтись по паркам, просто по улице. Наденьте удобную обувь и, конечно же, сделайте хотя бы 5000 шагов, либо 10 тысяч шагов для того, чтобы взбодриться. В состоянии депрессии вы можете сменить локацию. Допустим, вы поедете в какое-то путешествие. Если в этот период вы почувствуете облегчение, это говорит о том, что это была не депрессия, это была такая затянувшаяся хандра. Если, приехав из этого путешествия, в котором вы, допустим, пробыли две недели и ничего не изменилось, это показатель того, что вам все-таки нужно обращаться к специалисту. То есть, переезд ничего не мог сделать. То есть, вы дома плакали, вы в другой стране плакали, вы в путешествии испытывали боль душевную, которая несравнима порой с физической. Значит, вам необходима помощь специалистам. Что касается меня, я обожаю выезжать в лес, где я люблю собирать грибы, где я просто люблю походить, пошуршать листьями. Это очень сильно поднимает настроение, избавляет от всякой хандры. И это состояние передается всем тем, кому я рассказываю о своих прогулках. Самое время печь пироги. Почему бы и нет? Сделайте самую обыкновенную шарлотку. С яблоками или, допустим, из тыквы. Сделайте пирог. Пускай ваш дом наполнится ароматами ванили или корицы. Это очень сильно поднимает настроение, избавляет от хандры. Проверено тысячу раз. Сделайте себе фотосессию. Почему бы и нет? Пускай фотосессия будет в каких-то желтых, либо терракотовых тонах. Наденьте белое пальто. Какой-нибудь шарф повяжите. Пускай это будет осень, в осеннем лесу, либо это будет дендрали, либо это будет в студии. В любом случае у вас будет хорошее настроение, и у вас на память остаются классные фотографии, которые вы можете использовать в социальных сетях. Пускай это будет тематическая осенняя фотосессия. Избавиться от осенней хандры, конечно же, поможет шоппинг. Пойдите в магазин и купите себе какие-то теплые свитерочки, какие-то интересные юбки, либо какие-то, наоборот, интересные джинсы. В общем, оденьтесь по-новому, смените свой гардероб и пройдитесь так по улице. Теперь вы обновленные по-осеннему, либо по-зимнему, и уже хандра вам не страшна, потому что вы встречаете ее в новом облике. Иногда стоит посвятить время себе, заняться своим здоровьем. Возможно, вам нужно сходить к доктору, например, к эндокринологу, сдать какие-то гормональные показатели, для того, чтобы выявить, допустим, достаточно ли у вас витамина D. И бывает один этот показатель, если он у вас в норме, улучшает вам настроение. А если есть недостаток витамина D, может быть, эндокринолог вам пропишет пропить этот препарат, и настроение сразу станет гораздо лучше. В состоянии хандры очень тяжело переживать в одиночестве, поэтому стоит встретиться с друзьями, обсудить что-то, вспомнить, возможно, куда-то сходить, в театр, на выставку, либо просто собраться вместе, чтобы посмеяться. В общем, как-то сподриться, придумать те способы, которые приятны именно вам. Но самое главное, что хочу вам сказать, не во время состояния депрессии, не во время вашего состояния, когда вас посетила хандра, ни в коем случае не употребляйте в больших количествах алкоголь. Это даст какой-то временный положительный эффект, но, к сожалению, потом последствия будут еще хуже. Так как в депрессивном состоянии наложится еще состояние сильного алкогольного опьянения, а, возможно, даже отравления. Бывает так, что от хандры спасают просто ничего не делания. Возможно, вы устали, вы перенапряглись, и вам просто нужен отдых. Посвятите себе день. Назначьте день так называемого ничего не делания. Одна моя хорошая знакомая справляется с хандрой там. Она просто едет в дом своих родителей, которых она очень редко видит. И в этот момент, когда они ее встречают, а они ее видят очень редко, она избавляется от всякого рода хандры, потому что они ее так тепло принимают, они так этого ждут, они проводят с ней очень приятное время, и на этом позитиве настроение резко улучшается. Иногда очень приятно провести время в кругу своих родных, близких, где тебя всегда любят и ждут. Конечно же, посещение спа, бассейнов, каких-то термальных источников, это тоже все может быть использовано для борьбы с хандрой. Похандрили немножечко, побездействовали, повалялись, и давайте возвращаться к активной жизни. Не дайте себя засосать полностью в трясины хандры. Обращайтесь к нам, профессионалам, ведь мы работаем для вас. А с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. Подписывайтесь на мой канал, обращайтесь на мой сайт, там вы можете задать свой вопрос и получить бесплатную консультацию. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока. Избавиться от осенней хандры можно при помощи теплого пледа, чашечки горячего чая, например, с коленой, и хорошей, интересной книжки. И провести так вечером.